Семейный кодекс «Алименты» Законодательство Российской Федерации защищает несовершеннолетних детей даже после развода родителей. Подобные вопросы урегулирует Семейный кодекс «Алименты» выплачиваются одним из супругов до достижения 18-летнего возраста. Размер материальной помощи рассчитывается в соответствии с последними поправками. Алименты – это фиксированные выплаты, направленные на поддержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных членов семьи. В семейных отношениях большое внимание получаются алименты, статья 80-120 СК РФ раскрывает суть этого понятия. В СТ-80 Семейного кодекса указано, что родители обязаны материально обеспечивать ребенка до 18 лет или до 16 лет при начале трудовой деятельности или вступлении в брак. Статья 81 СК РФ определяет размер алиментов на детей. В СТ-85 СК РФ подробно расписываются права несовершеннолетних детей, нуждающихся в материальной помощи. Двое супругов урегулируют вопросы, если после развода ребенок остается только с одним из них. Алиментные выплаты назначаются в судебном порядке, если договоренность не достигнута. Вместе с поправками 2018 года статья 81 СК РФ определяет размер алиментов на детей в полном объеме. Семейный кодекс алименты. Россия сформировала семейный кодекс, включающий семь основных разделов. Основные положения в сфере семейных отношений. Брачный возраст и основания для вступления в брак. Определение списка причин для расторжения брака. Право и обязанности супругов да и после расторжения. Договоренности о разделе имущества, долгов и обязанностей. Право и защита несовершеннолетних. Информация о материальном содержании. Алиментные выплаты на содержание несовершеннолетнего. Усыновление или опекунство детей, оставшихся без родителей. На заметку. Еще один пункт касается регулирования отношений с иностранными гражданами, обязанных подчиняться российским законам. В перечисленных разделах дается наиболее полный ответ о том, что такое алименты СК РФ, сколько должны осуществляться выплаты. После расторжения брака родители продолжают нести ответственность за общих несовершеннолетних детей. Кто имеет право подавать на алименты? В первую очередь право и обязанности затрагивают мужа и жену. В соответствии с российским законодательством определен круг лиц, имеющих право на получение денежных выплат. Несовершеннолетние дети. Нетрудоспособные дети старше 18 лет. Нетрудоспособные лица, нуждающиеся в помощи, супруги-инвалиды. Жена на стадии беременности и в течение третьих лет после родов. Супруг, осуществляющий самостоятельный уход за ребенком-инвалидом первой группы. Супруги-пенсионеры, в течение пяти лет с момента расторжения брака. Основная категория граждан, это несовершеннолетние дети и нетрудоспособные супруги, нуждающиеся в помощи. На данный момент по Семейному кодексу РФ для алиментов установлена норма выплат и минимальный размер, который должны платить ответственные лица. Алименты ГК РФ Как начисляют алименты согласно кодексу? Отношения между бывшими супругами регулируются в рамках семейного и гражданского законодательства. В законодательстве подробно описывается форма выплат. Фиксированная денежная сумма, алиментщик обязан выплачивать определенную сумму. Регулярно, даже если не имеет стабильного заработка или получает ПЭК в иностранной валюте. Доля от заработка, взыскание определенного процента от заработков из любых источников, как с постоянного места работы, так и с временных. Обратите внимание. Первый вариант в соответствии со статьей 81 СК РФ определяется размер алиментов на детей в отношении лиц, не имеющих постоянного места работы, не имеющих твердый доход. В судебном порядке можно доказать его заработки и обязать выплачивать определенную сумму. Второй вариант используется в отношении лиц, постоянной, официально трудоустроенных. Также такой способ взыскания может использоваться для предпринимателей, имеющих несколько источников дохода. По закону алименты ГК РФ устанавливаются несколькими способами. Устная договоренность между супругами, если нет разногласий и незакрытых споров. При составлении соглашения без обращения в суд с заверением у нотариуса. В виде судебного приказа и при наличии исполнительного листа. Обязанности по выплате алиментов ГК РФ. В первом случае размер денежных выплат определяется по обоюдной договоренности. Алименты передаются свободно или под письменную расписку, распоряжаться ими можно по усмотрению получателя. На детей до 18 лет. В 2018 году принята новая редакция относительно алиментов ГК РФ в соответствии с изменениями в законодательстве и с учетом экономических изменений. Размер зависит от количества иждивенцев. Один несовершеннолетний ребенок – 25% от заработка. Два иждивенца – 33% от заработка. Три иждивенца – 50%. Важно! Размер взысканий не может превышать половину заработка супруга, вне зависимости от количества лиц, нуждающихся в материальной поддержке. Также учитывается наличие детей от разных браков и выплаты суммируются. Должник имеет право ходатайствовать на предмет пересчета взысканий. При повторных судебных разбирательствах рассматриваются изменения финансового и семейного положения. Размер алиментов по ГК РФ может меняться со временем, но полностью от своих обязанностей супруг не освобождается, если нет чрезвычайных оснований для этого. При расчете учитываются различные факторы. Количество несовершеннолетних или нетрудоспособных лиц, нуждающихся в материальной помощи. Наличие или отсутствие собственного жилья, расхода на проживание. Наличие постоянной работы. Состояние здоровья. Если один из супругов вступает в новый брак, во время которого появляются дети, то суд может пересчитать обязательные выплаты. Также смягчающим фактором может стать отсутствие собственного жилья и необходимости оплачивать аренду. Подробно рассматривается трудовая деятельность гражданина, размер официальной зарплаты и дополнительные источники дохода. Один из супругов вступает в новый брак. Со временем человек может лишиться работы, вследствие чего доход уменьшается, поэтому обязательства изменяются. Также могут появиться проблемы со здоровьем, требующими дорогостоящего лечения. В данном случае учитываются все обстоятельства, чтобы у гражданина оставались средства для обеспечения собственной нормальной жизнедеятельности. На родителей пенсионеров. Пенсионеры имеют право получать материальную помощь от детей или бывших супругов, если имеют проблемы со здоровьем или испытывают финансовые трудности. В эту категорию попадают женщины до 55 лет и мужчины до 60 лет, до принятия изменений пенсионной реформы, инвалиды первой, второй, третьей группы. И просто нетрудоспособные лица, нуждающиеся в помощи. На детей ложится обязанность в следующих случаях. Достигнуто совершеннолетие, 18 лет. Состояние трудоспособное без проблем со здоровьем. Если имеется документальное подтверждение родственных связей и совершеннолетний ребенок трудоустроен, то родители могут запросить алименты с детей. Отсутствие официального заработка не является достаточной причиной для отказа, если ребенок старше 18 лет и не имеет серьезных проблем со здоровьем. Алименты СК РФ на совершеннолетних детей. Алименты на содержание детей без развода. В соответствии с АСТ, 80 семейного кодекса каждый из родителей обязан обеспечивать несовершеннолетнего ребенка. Если эти обязанности не выполняются по каким-то причинам, то другой родитель имеет право в судебном порядке потребовать выплаты, даже. Если брак не был расторгнут. Алименты можно получать, находясь в законном браке. Важно. Требовать алименты имеет право жена во время беременности или воспитывающая ребенка до 18 лет. Муж также может взыскать денежные выплаты, если самостоятельно заботится за ребенком до 3 лет или за инвалидом. В этом случае необходимо подтвердить факт отсутствия второго супруга, а в остальном процедура расчета ничем не отличается. Алименты на совершеннолетнего ребенка. Семейный кодекс защищает несовершеннолетних детей и гарантирует им право получать материальную поддержку от родителей. Супруги не обязаны выплачивать деньги после наступления совершеннолетия. Однако в некоторых случаях алименты назначаются. Наличие инвалидности А или второй группы. Индивидуальная потребность в дополнительном доходе. Каждая ситуация рассматривается отдельно. Важно! Если ребенок нетрудоспособен, тогда даже после 18 лет родители обязаны оказывать ему материальную помощь. Ситуация может быть временной или постоянной. В некоторых случаях учится в университете и не имеет возможности заниматься трудовой деятельностью. Это может оказаться достаточной причиной, если в этом случае не обеспечивается минимальный прожиточный минимум. Правила взыскания алиментов. Наличие родственных связей является подтверждением обязанностей родителей по отношению к ребенку. В зависимости от ситуации точкой отсчета может стать расторжение брака или момент, когда ответчик перестал участвовать в жизни семьи. И оказывать какую-либо помощь. Если жена занималась воспитанием самостоятельно, находясь в официальном браке, она все равно имеет право требовать алименты. Особенности обращения в суд Особенности обращения в суд Для решения вопроса используются два вида заявлений. Иск в суд Заявление о запросе судебного приказа Самым легким и быстрым способом является запрос судебного приказа. Подобные вопросы в большинстве случаев решаются без долгого разбирательства между бывшими супругами, потому что законодательство четко определяет обязанности сторон. Обращение в суд нужно только в тех случаях, когда возникают серьезные разногласия или накапливается долг. Если должник не скрывается и имеет постоянную работу, тогда достаточно просто запросить судебный приказ. Работодатель получает соответствующее распоряжение и производится уплата алиментов на счет получателя. При отсутствии стабильного дохода или при серой зарплате, тогда следует подавать иск, чтобы рассмотреть ситуацию и определить фиксированный Размер выплат Размер выплат Размер выплат Размер выплат